Лет до восьми я был нападающим, занимаюсь максимум от силы три месяца, я понял, что это вообще не мое, мне не нравится, футболом будешь завязывать, мне и дома хорошо. Я же вратарь, ты же понимаешь? Я на Мальдивы, на море, на песочек, коктейли. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я, то есть, были ощущения яркие достаточно. У меня отец вообще был категорически, значит, напротив, но я буду кайфовать не меньше от этого, то есть, крайняя северная точка, крайне южная, это с географией, у меня были отдельные общетерки. Мы видим сейчас на наших глазах, Литвинов, он сидит в «Спартаке», не выходит, не дебютирует. Ну, я хочу, как бы, ну и все. Приезжаю всегда с радостью, то есть, уже жду, когда соберемся за столом, совсем благодарен, что поддержали меня и дальше помогли развиваться. Началось все с того, что меня в возрасте четырех лет отвели на каратэ родители, отзанимался максимум от силы три месяца, я понял, что это вообще не мое, мне не нравится, хоть и возраст был вообще несознательным. Вот, ну, с отцом смотрел футбол, мне нравилось, я попросил родителей ответь меня на футбол, и они просто по объявлению видели футбольную школу Коломяги, отвели меня туда. Я помню, прям, как сейчас, свою первую тренировку, свои эмоции, мне очень сильно понравилось, и с того момента у меня все опросы вообще отпали, и все, с того момента я начал играть в футбол постоянно и стал футболистом, поэтому... Призят на первую тренировку, ты сразу в ворота? Нет, я был... Ну, сначала вообще у меня позиции не было, но играл в поле, естественно, и лет до восьми я был нападающим, вот, и потом я по своей воле всегда просился в ворота, всегда, в любой момент, как бы, перед тренировкой, после тренировки вставал, потому что у меня как-то пристрастие к этому было, вот, ну, и в один момент меня поставили, там я доказал, что из меня может получиться неплохой вортарь, мне поверили, иначе тренироваться уже непосредственно с вортарями. Не уверен, что молодому пациенту не хотелось забивать мячей в ворот соперников? Ну, слушай, я изначально, как бы, их забивал, то есть, там, был капитаном, потом перешел, ну, в Коломяках, потом перешел в Шорт-Зенит, был там нападающим, тоже лидирующим игроком, ну, не знаю, в том возрасте нравились ворота, и все, как бы, слушал себя, поэтому мне нравилось больше на воротах играть. Поэтому, и то, и то, конечно, нравится, но, когда тебя что-то перевешивает, выбираешь именно то, что больше подошли. Наверное, один из таких, которых помню уже сколько времени прошло, то, что была подача с углового, я в касание положив корпус, дал там в угол, такое помню, то, что было, были ощущения яркие достаточно, поэтому. Игра в атаке на подачу тебе как-то помогает в игре в ворот? Слушай, ну, это может быть, в любом случае, это сейчас и не секрет, то, что в артарии идет тенденция, то, что мы должны играть хорошо ногами, не хуже, чем полевые. Поэтому, я думаю, это дало свои плоды, что я себя чувствую в игре ногами намного увереннее, чем бы, если бы я не был нападающим, там, полевым игроком. Плюс чувствую, вообще, могу себя поставить на позицию полевого игрока, и у меня есть понимание того же нападающего, как он выходит, условно, против меня играть. Есть какое-то понимание, а зная соперника, ты даешь себе большую вероятность того, что ты можешь как-то выиграть, а дать не наборство дуэль. Поэтому, в любом случае, это пошло мне на пользу. В футболе все положительно к этому отнеслись, потому что, ну, это действительно и круто, и, как бы, тут мало кто относится неположительно, только если это не противоречит условно учебе. А с учебой никакого проблем не было, меня заставляли, и плюс, ну, я сам по себе учился. Вот, а вот выбор вратаря, у меня отец вообще был категорически, значит, напротив. Он мне говорил, это неинтересно, это тебе не понравится, у них тренировки, по-своему, у них тренировки. То есть, ну, как и все амбициозные, там, и родители, вообще все, как бы, мой сын будет нападающим, будет забивать голы. Ну, вот у меня, внутреннее я было то, что, ну, я хочу, как бы, ну, и все. Потом уже, когда он понял, что уже, вот он, вот он уже все равно встал в ворота, то он начал поддерживать уже в Никсе в эту сферу, и по сей день, то есть мы можем обсуждать какие-то моменты, он подсказывает, то есть, поэтому я тоже очень всем благодарен, то, что поддержали меня. Ну, у меня получилось так, то, что изначально вообще, то есть это был первый класс, я переходил в Академию Зенит, вот, там было две группы. Одна, начало тренировок было в 13.00, другая в 16.00, вот мы пришли с своим другом, еще с футбольного клуба Коломяги, на просмотр туда, и были там одними из лучших. То есть, там были огромные группы, там, ну, я думаю, ты знаешь, когда набирает только игроков, там по 100 человек приходит, мы были одними из лучших, и его записали на 16.00, а у меня на 13.00, а у меня только уроки в час дня заканчивались. Вот, и я выхожу с тренировки, все, то есть меня взяли, сказали, вот это время. То есть, получается, из 100 человек, условно, взяли два состава, вот, и я подхожу к маме, говорю, то, что, ну, вот в 13.00 на тренировке, она понимает, что, как бы, ну, это вообще никак не подойдет, и без меня подходит к тренеру и говорит, нас, как бы, не подходит, можно нас в другую группу, а он ей просто говорит, ну, вас не устраивайте, не ходите. И с того момента я взял, как бы, и все, мама меня забрала, и мы пошли в шорт «Зенит», то есть, он, конкуренту, и там вот я начал продолжать, ну, выступать уже там. Поэтому, ну, да, конечно, приходилось нелегко, когда ты с утра в школу, со школы, ты просто забегаешь домой, переодеваешься сразу на тренировку, с тренировки опять домой, там учишь уроки и сразу ложишься спать, то есть режим бешеный, плюс, когда тебе еще ехать до тренировки от дома полтора часа в одну сторону, ну, как бы, это и закалило меня в какой-то степени, то есть потом к этому, когда свыкаешься, уже у тебя есть твои, ну, требования к самому себе, и это помогает в дисциплине, и, а спорт, прежде всего, дисциплина, поэтому это тоже пошло мне на пользу. Учеба давалась, ну, поначалу всю начальную школу вообще давалась без труда, то есть все спокойненько закрывал, потом, когда переход в среднюю школу, помню, начали появляться и тройки уже за счет того, что уходишь из какого-то урока, учителя уже, теперь не один учитель, который знает, что занимаешься футболом, а разные, то есть приходилось найти ключики, подходы, чтобы с ними как-то договориться, еще что-либо, чтобы как-то закрывать позже. Ну, помню, даже было время одно то, что мне мама говорила, вот будет тройка какая-то там в четверть, и все, с футболом будешь завязывать, я помню, вот это меня так держало меня в тонусе, один раз получил тройку, и все, думаю, блин, кипец, сейчас месяц без футбола, либо что-то еще такое, но в итоге я уже действительно поверил, повелся, ну, все, дальше начал ходить на тренировки и больше не допускал особо троек, вот, а потом был уже этап, когда чуть-чуть качество знаний упало, это когда я перешел уже в спорткласс, а там условно два дня у нас по утрам тренировки, и под нас была учеба, а я начал тренироваться и за старший год, то есть у меня постоянно расписание, я в школу практически не ходил, ну, и потом как-то тоже эту ситуацию выправил, потихонечку учился, то есть таких проблем, у которых не было. Были разные учителя, преподаватели, то есть кто-то шел навстречу, кто-то мне помогал, да, кто-то просто адаптировался под меня, то есть я учился с той же интенсивностью, просто где-то там, ну, где-то дорабатывал больше, там, не в учебное время, а после, кто-то, наоборот, не шел и приходилось, там, я помню, с географией у меня были отдельные общетерки, там учитель заставлял всю карту мира тебя выучить за неделю, и потом ей все это рассказать, там, где крайняя северная точка, там, крайне южная, это приходилось тяжело, но учил, кое-как там оставался, закрыл, и слава богу, поэтому, ну, конечно, свои моменты всегда они были, но достойно закончил школу, поступил в университет, поэтому, как бы, с этим проблем не возникло. Герцена. Ну, тут, наверное, тяжело сказать, то есть у меня нет такого, что я все бегу в компанию, еще что-то, ну, если, как бы, я почувствую себя комфортно в какой-либо компании, то там, да, уже, то есть, ну, то есть что-то среднее, знаешь, есть люди, которые в любую компанию залетят и ставят как родной, там, вообще, всегда, оттуда, все, а если люди, наоборот, интроверт, интроверт, им в любой компании будет некомфортно, то и у меня, как бы, знаешь, какой-то компанию, мне может быть некомфортно, где я не чувствую каких-то общих тем, еще чего-то, а в другой компании мне может максимально комфортно, где у тебя почувствуют нить, ну, я думаю, ты понимаешь, с чем я, то есть... Да, отлично, вообще, приезжаю всегда с радостью, то есть уже жду, когда соберемся, то за столом сыграем, там, в мафии, еще во что-нибудь, то есть, поэтому это топ, в общем, мне нравится. Ну, самое главное у нас, я думаю, это Наил Юмяров, то есть он больше всего, там, как бы, предлагает, рус, литвинов тоже много обсуждаем, дискуссий много, вот, ну, и так, остальные ребята тоже, то есть, всех не выделишь, потому что в каждой игре, то есть, кто-то начинает где-то больше, где-то меньше, потому что, если бы, сам понимаешь, кто-то постоянно где-то разговаривал, было бы подозрительно, вот, поэтому, ну, вот, самый главный, наверное, Наил Юмяров, то есть, он больше всего, как бы, своих версий производит, то есть, и доводит их, и доводит. Я абсолютно не согласен, просто по нескольким причинам, потому что они оценивают конец прошлого поколения, а не начало этого поколения, если мы возьмем начало того поколения, там, также, ребята, кто-то играл в ФНЛ, и кто-то еще, только начинали свой путь в возрослом футболе, и за счет этой сборной они и поднялись, и начали играть уверенно, уже заняли лидирующие позиции в российском футболе. Также мы видим сейчас на наших глазах, просто на прошлом сборе, там, тот же Руслан Литвинов, он сидит в «Спартаке», не выходит, не дебютирует, сейчас он играет уже просто на европейском уровне за «Спартак», и один из ведущих игроков там, поэтому, я думаю, это не единичный случай, и у нас также ребята будут развиваться, поэтому посмотрим, что будут говорить болельщики в конце нашего цикла, то есть это будет видно там. А ты помнишь, какие команды у молодежки у первого предыдущего цикла? Франция, Дания. Это финальный, а у тебя в отборочном? В отборочном, в отборочном. Скажу, Латвия, Сербия, Польша, Болгария. А как ты думаешь, какая группа была так, то есть ты посильнее та или эта? Вот и на соперника. Да, честно, примерно все одинаково, то есть я поиграл за юношеские команды, там, против средних крепких соперников, то есть такого никакого разницы в уровне футбола нет, еще все команды адаптируются, все научились играть в футбол. Примерно все везде одинаково, выигрывает та команда, которая лучше подготовлена, которая больше дисциплины и какие-то нюансы еще за счет этого играть. То есть нет ни слабых соперников, ни сильных. Мы видим это на примере того, что Мальта обыграла Северную Орландию 4-1 и проиграла нам 6-0. То есть до сих пор, ну, подумайтесь логически, как это происходит, неизвестно. Поэтому тут, я говорю, надо готовиться и зависеть только от самих себя. Если мы будем готовы лучше, чем соперник, нам не составит труда их обыграть. Это многие говорят, то есть, возможно, частично с этим что-то можно согласиться, просто от того, что у нас видоизменена чуть-чуть профессия футболист и вратарь. Чуть-чуть разная сама по себе, у нас больше психологической, эмоциональной нагрузки, нежели физической. И глупых портарей, как бы, ты должен постоянно анализировать, постоянно что-то думать, постоянно где-то что-то вычислять. И за счет своего интеллекта ты можешь где-то больше прочитать игру, еще что-то угадать, куда полетит мяч. Ну и цена ошибки сама по себе, с чем мы начали. То есть, когда ты последний на рубеже, ты понимаешь, мы видим, как многие там под подошвей выходят с мяч у футболиста на высшем уровне. И кто-то это помнит, нет. Или же мы вспомним чей-то а-ля портарский, да, того же Кариуса с Ливеркуля. До сих пор это как бы бейт, все знают, и Кариус ассоциируется вот с этим. За счет этого мы чуть-чуть относимся по-другому вообще ко всему, в виде футбола, в виде ответственности. Поэтому, да, я, наверное, соглашусь, что какое-то различие может быть в чем-то есть. Ну, при этом всякие подтравки, они как бы не совсем верны, поэтому. Ну, в нашем вратарском бригаде у вас нужный коллектив, кто-то все-таки и есть небольшое чувство соперников? Ну, конкуренция, на везде есть конкуренция. То есть, если бы такого не было, это было бы странно, потому что защищать честь страны – это мечта каждого. То есть, это мечта каждого, то и каждый хочет занять место в воротах. Но при этом мы достаточно дружный коллектив, то есть, мы поддерживаем друг друга, готовим друг друга к игре. То есть, и делаем все, что от нас зависит, а там уже решение за тренерским штабом. Конкуренция, ну, конкуренция, она всегда должна быть. Ну, и при этом надо как бы чувствовать свои силы, поэтому тут что-то нейтральное выберу, знаешь, не могу сказать, что мне постоянно нужна конкуренция всегда. Ну, и не скажу, что, как бы, ты знаешь, что номер один, и все. То есть, это тоже не есть хорошо. Надо найти какую-то золотую середину из этого. То есть, чувствуют конкуренцию, ну, и все делать из себя так, чтобы быть номером один. Ты спишь вообще после матча? Да, ну, когда прям матч очень поздно, и ты еще не успеваешь просто отойти, да, ты можешь поздно уснуть, а так, то есть, стараюсь не придавать большое значение вообще чему-либо, потому что, ну, я имею в виду то, что многие, если ты говоришь о том, что многие переживают, не могут отойти еще от чего-то себя, как бы, там, разбирает, понимаете, ну, да, там, да, молекул, то стараюсь, ну, сейчас по сей время от этого отходить, потому что, в любом случае, футбол это удовольствие, это игра просто-напросто, надо проанализировать свои ошибки, а это, как правило, надо делать на следующий день, на чистую голову, и идти дальше, готовиться к новым результатам. Ну, и лучше вообще ничего не анализировать, чтобы не было ошибок, поэтому, ну, стараюсь спокойно к этому относиться вообще. Большие увлечения, наверное, это автомобиль, вот прям, по ним прям кайфу, и вот мощность автомобиля, и вся эта быстрая езда мне очень нравится, но при этом с головой, знаешь, не как некоторые, там, все фигачит, но при этом я люблю иметь мощный автомобиль, и все такое, ну, рыбалка у меня, влечение, грибы, по грибам сходить, но в последнее время вообще не удается из-за графика, то есть уже несколько лет не было ни на рыбалке, ни за грибами не успевал, потому что сезон он короткий, именно вот этого всего грибной, то есть словно месяц, вот мне за этот месяц выходных условно и не было, то есть и все, и ждешь следующего года. Ну, и рыбалка тоже, она как бы весна, лето, у меня тоже каникул не было, 5 дней выходных было, этого не удалось. Вот, ну, это самые такие, то есть грибы, рыбалка, это просто для вратаря как разгрузка моральная, что очень помогает, то есть можно от всего отвлечься вообще и с новыми силами прийти, вот, ну, и автомобили, это как бы вообще с детства у меня там есть коллекция автомобилей, и 1 к 43 масштаб мы с отцом собирали, вот, потом перестали собирать, потому что уже некуда было, просто стеллажи все завалены ими, и все, уже решили остановиться, вот, ну, как бы кайфуют машины. Сколько у тебя есть машин? Маленьких? В целом, да. Ну, пару тысяч есть точно. Какая самая любимая, самая, ну, трога с ним, вот, самая ценная для тебя? Ммм, самое, наверное, это самый крутой подарок, это Икарус гармошка, вот, автобус. Ну, в детстве ездил, да, не за рулем, конечно, но когда ездил, помню, на рейсном маршруте, не на рейсом, а, ну, на городском. Нет машин, потому что пока надо как бы себя развивать как футболист, потому что машина все равно и отвлекает, и, то есть, сначала все равно квартира, остальное уже. Хочется и кольца, знаешь, но пока себя держу на этом, потому что тяжело будет. Чего себя держишь? Ну, и, да, ну, иногда, да, хочется прям взять машину, то есть, ну, как бы все равно ее рано или поздно куплю, знаешь, ну, надо просто все делать своевременно. Постепенно, я считаю. Как, когда настанет время для машины? Ну, буду делать все, чтобы это наступило как можно раньше. Ну, и что купишь? Потому что пока выбор широкий, вот, еще так точно не решил, потому что много чего хочу, вот, много на чем поездил, то есть, надо выбирать все, все плюсы-минусы складывать, потому что тут, ну, надо понимать, что ты ее купишь, а потом, ну, она не будет тебе и в сервисе стоять постоянно, и, то есть, и чтобы она тебе все деньги забирала, вообще, всю зарплату тоже, как бы, это неправильно. Ну, и чтобы эмоции дарила, это самое главное, потому что так купить какую-то, ну, непонятно, и знать, что у тебя она есть, но, как бы, не кайфовать в нее, это не для меня. Любимую марку автомобиля? Ну, больше, наверное, за Мерседес мне всегда нравился. Не по-рулежке, да, по управлению, да, это круто, как бы, ну, все равно душа больше держит к Мерседесу. Ну, и на том, и на том ездил, вот, вообще на все четверки немецкой, ездил, катался, ну, вот, больше всего, как бы, душа к Мерседесу. Когда я уже поездил на достаточном количестве, ну, как бы, покатали, еще, как бы, многие мечты закрылись сами с собой, но, если взять такую более недоступную мечту, ну, возьмем Бугатти Иерон, то есть, либо Чайрон, то есть, потому что это уже все-таки уровень, вообще, наверху, там, который тяжело достичь, и вот так, чтобы спокойно осталось. Ну, многие машины просто сейчас появились, ты знаешь, и сервисы аренд, и сервисы, и то, что раньше для тебя было мечтой, ты можешь пойти просто и взять. Поэтому это уже не считается таким эксклюзивным, вот, из такого более недостижимым, это Бугатти Иерон. А гонки, гонки любят? Честно, вот, душа спокойно лежит к ним, то есть, люблю, как бы, больше мощь, ну, просто, а гонки такого нет у меня. Какой-нибудь машин уже разбирался? Ну, да, да, вот, у нас на базе, как раз, там, у Димы Скопинца есть машина, а у Диа Седьмая, вот, то есть, мы ее полностью внешний лук поставили, и, то есть, выглядит совершенно, совершенно по-другому, потом эти фотографии покажу. Вот, поэтому, ну, это круто, действительно, когда ты, сам кайф в том, что ты можешь сам что-либо сделать, не просто зовешь в сервис, получишь, или так, хотя это тоже круто. Ну, и когда ты сам разбираешься, что-либо, и при этом качество не портится, потому что есть такие кулевины, которые насобирает, а потом что-нибудь на ходу отвалится, еще что-то, то есть, это, я считаю, неправильно. То, что ты не умеешь делать, или боишься заказать, что лучше не делать, а как бы, а в чем уверен, то есть, вот так, потихоньку. Для себя держу эту нишу, именно, чтобы потом, знаешь, когда, дай бог, все будет прекрасно, то есть, и можно будет, уже футбол будет позади, и открыть где-то свой тюник ателье, еще что-либо, то есть, на это раздумываю. Ну, в любом случае, чтобы открыть свое ателье, это нужно огромное финансовое вложение, чтобы сделать все на большом уровне, не просто гараж открыть, а для этого надо добиться как можно больших высот в футболе, поэтому у меня, ну, мысли от этого все в футболе сейчас. Высоты какие? Ну, слушай, они слишком высоко, чтобы так вообще говорить, поэтому, ну, как минимум, у меня есть поэтапно, то есть, заиграть в премьер-лиге, попасть в Европу, в Европе отыграть успешно, также играть в национальной сборной, вот, и потом уже, как бы, и цель, они будут расти дальше, 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 ну, точнее, мечта, она, как бы, есть, она, прям, вообще, на вершине айсберга, она по целям, как бы, ну, и сейчас закрепиться в премьер-лиге, начать играть. Мне нравится АПЛ, то есть, Манчестер-Сити, например, импонирует мне больше, потому что с года 14-го я за них болел, даже, ну, не буду брать в каком году, потому что, когда у них Харт феерел, вот, мне очень нравилась команда, она была еще вообще не распиаренной, ну, по сравнению с тем, что ей сейчас, вот, мне она очень нравилась, потом, как бы, Харт по моему шелтера, да, я, как бы, начал спокойненько относиться, и потом пошел этот пиар повсеместный Манчестер-Сити, они поднялись, там, начались в топе, как бы, ну, и за них продолжают, так, то есть, больше они мне импонируют, вообще, по-настоящему. Ну, и Англия сама по всеми нравится, их футбол нравится. Ну, о том же, о чем и сейчас, просто, может быть, для каких-то, то есть, для начала, там, просто попасть, там, в клуб, пример ли, когда ты в нем, ты мечтаешь, там, в нем заиграть, когда, дай бог, ты будешь в нем играть, ты будешь думать, там, как в его рот можно заиграть, то есть, засыпая мальчишка, вообще, я мечтал сыграть за юношескую сборную России, у меня эта мечта была прям долго, я помню, когда я получил лучший в Артарян чемпионате России, я уже думаю, ну, все, то есть, сейчас меня должны вызвать сборную, там, готовлюсь, настраиваюсь, прям, а в итоге вызывать других в Артарей, которые даже не играли на чемпионате России, для меня, я думаю, ну, как так, то есть, ну, вообще не понимаю, ну, потому что хочется поиграть, ты получил лучший в Артаря, то есть, ты лучший в Артарь по России на данный момент, ну, ты не едешь в сборную. Ну, спустя время, то есть, все равно вызвали при Александре Анатольчике Киржакове, там, как бы, получил закрепиться в основе и начал играть, то есть, какую-то свою мечту, там, исполнил маленькую, поэтому их еще много, поэтому еще работать, трудиться, достигать вершин. Ты видел Дина Киржакова? Да, конечно, то есть, для меня это было достаточно крутым явлением, когда ты просто вроде недавно смотрел его по телевизору, как он забивает за сборную России, за Зенит играет, феерит, и вот он, то есть, сидит напротив тебя, на установке, там, ты в составе, и ты должен выходить и биться за него, то есть, это было очень круто, это крутое ощущение, поэтому, ну, наверное, на тот момент общение с чем не передаваемое, то есть, это очень сильно мотивировало. Футбол – это профессия моя, я готов ко всем переездам, ко всем выездам, поэтому это достаточно круто, что я попал в столицу, потому что это все равно, в любом случае, столица, она и есть столица, тем более своей страны, вот, тем более такой замечательный клуб, как Динамо, имени Ива Яшина, вот, а мы знаем, что это вообще самый величный и могучий вартарин на сегодняшний день, потому что это целый мяч есть только у него, вот, поэтому это тоже вдвойне мотивировало, и решение мое, за счет этого тоже складывалось, то, что это клуб имени вартаря, условно говоря. Поэтому тут занимать позицию вартаря – это тоже повышенная ответственность, повышенная значимость, и, значит, есть к чему стремиться, чтобы защищать клуб с достоинством, поэтому каких-то таких предубеждений, ну, не предубеждений, а там думаний даже не было, там, переезжать, не переезжать, то есть, как появился вариант, то есть, сразу согласился, и безумно этому рад. Из книг, наверное, больше нравится какая-то мотивация, перемешанная с психологией, вот, то есть, там, семь навык высокоэффективных людей читал, Кови, по-моему, написал, вот, книга «Ответ» понравилась, не помню автора, ну, достаточно такая интересная и показывающая вообще, как все работает, не то чтобы в мире, ну, за счет чего можно что-то добиваться, и, действительно, оно так и есть. Ну, круто читать книги, и когда ты читаешь их, думаешь, блин, так оно может случиться, что ли, ну, как бы, какие-то принципы вообще жизни, и потом видишь, что, как бы, многое совпадает. Читал книгу «Правил номер один» когда-нибудь, номер он два, то есть, она больше мотивирующая про хоккеистов, вот, наших русских, то есть, тоже, как ребята, там, вот, Павел Дацук и еще ребята, которые были обычными мальчишками, которых не убирали на драфте нигде, которые могли бы уже паникнуться и подумать, что все, никем не станут, в итоге работали, продолжали, там, скрипя зубами и достигли высот, которых сейчас, как бы, мы видим, как бы, на каком счету они стоят. Вот, читал, в принципе, по 70 на 20, ну, это достаточно такая нудная у меня книжка случилась, ну, все равно, что-то в этом есть, то есть, для себя что-то подчеркнул. Вот, ну, и много книжек так читаю, как бы, некоторые просто не заходят, даже название могу не запоминать, то есть, прочитал и все выкинул, то есть, такие, там, Карнеги интересные, как бы, пишут тоже, там, много для себя может что-то подчеркнуть, то есть, и вразительную речь ставить, там, еще что-то, не помню, у него три главы было, то есть, так все прочитал, вот, но на самом деле для себя подчеркнул такую вещь, вот, с которой еще не начал работать, но что нужно, читать книги-то для интереса одно, Но чтобы они пользуются, надо что-то выписывать еще в блокноте, чтобы какие-то полезные штуки с этим. Я думаю, некоторые книги перечитать, чтобы для себя оставить какие-то полезные вещи, которые действительно помогут в жизни. Сказать, наверное, мне так, ну не по детству, там даже вот сейчас, там, года три назад Мажора посмотрел русский сериал. Ну, достаточно интересно, так на одной волне. Чернобыль сейчас, в последнее время посмотрел сериал Чернобыль, потому что тема Чернобыля мне интересна вообще была всегда. То есть я смотрел и сталкеры, как там люди ходили, сейчас и все, ну и историю смотрел, как вообще это все происходило. И вот это НВО, то есть такое достаточно реалистичное, все равно там что-то есть, какие-то погрешности, еще что-либо, потому что, ну, изучал. Ну, сделал действительно красиво и поначалу я относился к скептическим сериалам, но потом где видел какие-то мелочи, там, вплоть до нюансов мелких, которые просто сериал американский, да, и о ситуации с СССР нашего, и думаешь, блин, откуда они это могут все знать. Ну, подготовиться с ними как бы знатно, поэтому достаточно интересно было наблюдать за этой картиной. Вот, то есть, ну, посмотрел сейчас, наверное, достаточно популярный сериал для всех «Бумажный дом», то есть его многие смотрели тоже. Ну, так разгрузиться неплохо. Ну, в принципе, с кино как бы сейчас редко, то есть и в кино, когда хожу, что-то мне особо так прям нравится, фильм, как-то смысла у них особо не нахожу. Ну, не про всех, конечно, но вот, поэтому так спокойно к этому отношусь. Любимое, наверное, я назову японское, мне нравятся роллы, суши, потому что из детства я помню, как и пробовал их, то есть мне нравилось, и пипец, как бы я думал, блин, хочу суши, еще что-то, плюс это достаточно дорогие блюда, ну, все равно, то есть ты так не наешься, и всегда, ну, это такая редкость, и всегда мне это понравилось, и больше к этому отношусь. А сейчас же, когда в условиях базы, когда все есть, все продукты, за исключением тех же вот этих, условно, японской кухни, еще какой-то корейской, то есть стараюсь здесь себя пробовать блюда, которых я не могу поесть в повседневной жизни, вот, ну, и что-то такого необычного, то есть, ну, отнесу к любимому японскую кухню. Ну, а так я, то есть, много чего люблю, вообще-то долго будем перечислять, в интервью не поместится, поэтому. Блин, так тяжело. Ну, давай занесем бургер, потому что какое-нибудь, можно просто, не блюдо даже, там, плюс какой-либо ролл, тут тоже долго будем думать. Третье суп-пюре какое-либо там. Ну, вот, хотел бы в Англии побывать, хотел бы в Америке побывать, ну, предпочли Нью-Йорк, потом Майами, то есть, посмотреть это, с теми людьми говорил, которые там и были, то есть, ну, интересно, честно говоря, то, что своя аура и своя атмосфера, знаешь, это того же, там, из фильмов, это много, там, Нью-Йорк, вот эта атмосфера, завораживающая достаточно. Вот, один дома тоже вспомнит, да, и как они там ходят, ты думаешь, блин, здесь лежишь, а так вот взять, оказаться там, то есть, это круто, достаточно. Ну, и, то есть, где-то, не знаю, там, ну, условно, на Мальдивах какие-нибудь, просто почувствует райский уголочек какой-то мира вообще тоже, то есть, занести туда. Ну, это все, к этому к отдыху я спокоен, потому что его, как правило, немного, и когда он есть, то есть, мне и дома хорошо, поэтому, такого у меня нет прям чего-то. Ты хоть не посещаешь эту машину, я же вратарь, ты же понимаешь, вот в этом и отличие, знаешь, то, что полевые, я на Мальдивы, на море, на песочек, коктейли, тут, а мне такое, ну, не совсем. А я на рыбалку, да, спокойно, я буду кайфовать не меньше от этого, то есть, ну, то есть, нет у меня такого, знаешь, там, рвения, к чему, ну, не знаю, спокойно я к этому. Криштиану или Миссии? Криштиану. Рыбалка или поездка на машине? Поездка на машине, на рыбалку. Поесть или посмотри кино? Ну, поесть, конечно, тут даже не обсуждается. Прогулка с любимой девушкой или поиграть в футбол? Ну, когда уже знаешь, когда футбол твоя профессия, то тут, может быть, и прогулка с любимой девушкой, а так, ну, тут надо как-то все трактовать, все должно быть в меру. Самолет, который с водой может взлетать, это первое. То есть, чтобы улететь со стороны? То, условно, наше время даже подойти, то это можно, там, условно, с тем же Джеффом Безосом встретиться, который сейчас там является одним из самых богатейших людей. Просто поговорить с ним вообще о смысле жизни, о жизни, потому что вот так вот у большинства людей есть там цель заработать, еще там финансовая независимость, еще что-то. Но они не подразумевают что-то после этого уровня, потому что, как бы, и так наш срок, он невелик. Вот, и когда ты его достигаешь, вообще интересно, то есть все ценности, они же меняются, и вообще мировоззрение меняется. То есть, ну, наверное, выбрал бы его. Если говорить вообще про всю историю существования, из какой-то доли фантастики, там, с кем поговорить, то, наверное, я сейчас не смогу даже ответить, потому что надо прям подготовиться, выбрать какого-то человека, чтобы прям изменить мир, чтобы после его разговора что-то можно было такое. Поэтому, ну, тогда давайте тоже Джефф Безосом, то есть узнать вообще, как он живет. Ну, хотя это понятно, что мы и так знаем, как он живет, но вот именно пообщаться, так вот, как мы с тобой сидим, в такой атмосфере было бы интересно. Ну, чтобы все в семье было хорошо, прежде всего, чтобы не было никаких беспокойств, чтобы было все спокойно. Вот, самое, я считаю, первостепенный кайф – это вообще благосостояние семьи. Второе – это заниматься любимым делом и кайфовать вообще, ну, от жизни. Вот, и, ну, как бы, ну, действительно, когда все в семье хорошо, ты занимаешься любимым делом, что еще нужно по факту? То есть ты можешь, ну, тут же взять, да, вот третьем возьмем финансовую независимость, то мы можем вообще все, что угодно на планете, земля наша делать по факту, да? Если мы не берем этот фактор, ну, опять же, о деньгах, то мы как бы уже начинаем крутиться, и где-то могут страдать другие первые два фактора. Поэтому, ну, я назову благосостояние, порядок в семье, занятие любимым делом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!